Всем привет! Рад всех приветствовать на открытом уроке по курсу Embedded Developer. Сегодняшняя наша тема – электрическая паутина, схема их реализации. Пожалуйста, поставьте плюсик в чат, если меня слышно и видно. Всем большое спасибо за реакцию. Я рад, что вы меня видите и слышите. Переходим дальше. Тема открытого урока – электрическая паутина, схемы и их реализация. Спикером буду сегодня я, Магомедов Халик, инженер электроник. Расскажу немного про свой опыт. Два года я занимался разработкой в сфере коммерческой деятельности. Это всякие умные ингаляторы, умные градусники, переносные ЭКГ и все прочее. Четыре года я занимался разработкой в сфере гражданской авиации. Каждая из этих сфер отличается своими требованиями. В сфере коммерческой электроники зачастую играет роль стоимость выходного устройства. В сфере гражданской авиации высокие требования к надежности изделию. Но не столь критичные требования к стоимости. Итак, какой у нас будет маршрут вебинара? Сначала мы познакомимся. Я расскажу о ботус. Расскажу, что такое электрические схемы. Расскажу про радиоэлементы, про печатные платы, про то, как проектируются схемы. Потом перейдем на лендинг курса. Познакомлю вас с командой курса. Расскажу о курсе, программу обучения. Ну и как бонус мы рассмотрим сегодня карьерную информацию. Также подумаем о том, что мы сегодня изучили, что мы сегодня поняли. Напишите в чат, как вас зовут и есть ли у вас опыт в разработке электроники. Ничего страшного. Сегодня открытый урок. И, по сути, это обзорная часть. Я так понимаю, у большинства нет опыта разработки. Давайте пройдемся дальше. Правила вебинара. Активно участвуем, задаем вопросы в чат. По прохождению каждого подблока у меня будет время специальное, когда мы будем обсуждать вопросы. Вы можете заранее написать вопрос в чат. Я его потом посмотрю, увижу. А можете подождать, пока у нас будет блок вопросов. И там разберем каждый вопрос. Расскажу немного об Отус. О компании. Отус специализируется на обучении IT. Наша фишка – продвинутые программы для специалистов с опытом. И быстрый запуск курсов по новым набирающим популярность технологиям. Наши партнеры – современные технологические компании. Обучение и открытые материалы привлекают специалистов разных уровней, как джуниоров, медлов, сеньоров, ледлов. И зачастую еще клиентами являются какие-либо организации, которые производят повышение курсов или переквалификацию своих сотрудников. Образование в Отус. Программы курсов. Отус имеет образовательную лицензию. Поэтому наши курсы являются программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки, как говорилось ранее. Направление курсов. Обучение специалистов разных уровней, как тоже говорилось, джуниоров, медлов, сеньоров, ледов. Направление – это программирование, инфраструктура, тестирование, аналитика, дата-сайенс, управление, гейм-дев, информационная безопасность. И вот сейчас появился курс Embedded Developer. Мы в цифрах. Более 130 курсов для джуниоров, медлов, сеньоров, специалистов и менеджеров. Более 600 преподавателей делятся актуальными знаниями, реальными кейсами, востребованными в IT-индустрии. 6 лет со дня основания компании. Более 20 тысяч выпускников уже прошли обучение по программам, адаптированной под запросы ведущих работодателей. Более 400 тысяч IT-специалистов в нашем сообществе читают наши материалы, учатся и общаются на наших площадках. Напишите, пожалуйста, в чат подходящую цифру. 1. Если уже учились у нас в компании, если не учились, но слышали о нас, и если впервые знакомы с отусом. Электрические паутинные паутинки. паутина схемы и их реализация. Цель вебинара – это понять, что такое электрические схемы и каковы их основные назначения, как осуществляется проектирование электрических схем, что такое печатные платы и как осуществляется их проектирование, и какие бывают радиоэлементы. Начнем с электрических схем. Начнем с формальной части. Это определение по ГОСТу 2.701 от 2008 года. Схема электрическая – это документ, содержащий в виде условных изображений, или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии и их взаимосвязи. Звучит, конечно, как всегда, достаточно формально, но все легко и просто. Справа представлена принципиальная схема мультивибратора, в сути, генератора прямоугольных импульсов. R1, R2, R3, R4 – это у нас радиокомпоненты, резисторы. C1, C2 – это у нас конденсаторы, VT1, VT2 – это транзисторы. Этими условными графическими обозначениями показываются некоторые идеальные элементы, которые будут иметь свой эквивалент в железе, когда вы будете выбирать радиокомпоненты. Виды схем по ГОСТу. R1 – схема структурная, R2 – схема функциональная, R3 – схема принципиальная, R4 – схема соединений или же схема монтажная, R5 – схема подключения, R6 – схема общая, R7 – схема расположения, R0 – схема объединения. Некоторые из этих схем мы сейчас рассмотрим. Зачем вообще, в принципе, столько схем нужно? Каждая электрическая схема или, в принципе, любая схема – это является степенью абстракции. И достаточно сложно бывает сразу приступить, допустим, к разработке принципиальной схемы, и нужно с чего-то начинать. Перейдем к схеме структурной – E1. На данном рисунке представлена структурная схема радиоприемника, программно определяемого радиоприемника. Слева вот этот веник – это антенна, и в каждом блоке, каждый блок у нас обозначен, и снизу каждый блок имеет свое наименование, и он выполняет определенную функцию в этой схеме. Это нам дает общее представление об устройстве, как оно работает, из чего оно состоит. Допустим, мы видим, что есть входная цепь, управляемый усилитель, смеситель, управляемый генератор, полосовой фильтр, и все это находится в узле предварительной аналоговой обработки. А есть узел цифрового приемника, то есть он состоит из аналогово-цифрового преобразователя и программируемой логической интегральной схемы. Мы здесь видим то, что программируемая логическая интегральная схема управляет или же подает какие-то сигналы на вот эти три блока. Видно также то, что существует выходной интерфейс с ПЛИС, который позволяет общаться с компьютером, и управляющий интерфейс, который позволяет менять конфигурацию самого приемника. Вот. Это схема структурная, E1. Схема функциональная – это когда отдельный функциональный блок или же несколько функциональных блоков вместе рассматриваются более подробно, где разбиваются также на блочки. И вот, допустим, на этой функциональной схеме мы что видим? Мы видим то, что находится внутри ПЛИС, как осуществляется алгоритм обработки сигналов, куда проходят сигналы, то, что он потом, после того, как он вошел в ПЛИС, то, что идет регулировка цифровое усиление, потом поступает на волосовой фильтр, разбивается на IQ-компоненты, и вот проходит через все это, и выходной сигнал у нас через некоторый контроллер UART поступает на интерфейс, также может сигнал передаваться через Ethernet. В функциональной схеме еще у нас могут быть элементы принципиальной схемы, тут светодиод, который показывает индикацию, и также могут быть элементы питания указаны. То есть это уже более глубокая степень. Тут у нас поверхностное представление о разбитых блоках, тут уже внутри каждого блока как это производится, и после того, как у нас есть схема функциональная, мы можем составить схему принципиальную. Схема принципиальная в этом случае, она достаточно большая, и это вот как по ЕСКД, это все размещается на одном большом листе, и разобраться тут достаточно тяжело, особенно если ты в какой-то немного другой сфере работаешь, даже будучи электронщиком, не всегда понятно, что к чему приводит. А составили вы проект, сделали вы принципиальную схему, и ваш коллега хочет ознакомиться с вашим проектом для того, чтобы вам помочь в работе, и каждые 15 минут он будет к вам подходить и спрашивать, а это что, а это для чего. Если вы составите предварительно функциональную схему, возможно, еще и структурную схему, то для стороннего человека понять, из чего состоит ваш проект, будет значительно легче. Схема соединений монтажная. Она используется тогда, когда у нас несколько различных плат, и соединяются они между собой проводами, и провода эти объединяются в жгуты, и в основном они используются, конечно, больше радиомонтажниками и регулировщиками, которые отслеживают потом правильность работы. Слева у нас сама идет схема, справа у нас идут таблицы проводов. То есть вот каждый разъем имеет свое наименование, H16, H17, допустим, вот, и каждый провод имеет свое наименование. То есть куда он должен, где у него вход, где у него выход, и даже данные по самому проводу. Вопрос, у меня связь не прерывается, нормально все видно? Отлично. Ключевые тезисы. Электрические схемы представляют собой абстракцию. Существуют различные виды электрических схем в зависимости от их назначения. В работе мы значительное время уделяем на разработку E3. Ну, то есть она реально занимает значительно большее время, потому как больше элементов тут располагается. Тут нам нужно ввести уже расчеты, подсчитывать обвязку микросхем, подсчитывать какие-нибудь аналоговые цепи. E2, E1 – это у нас для того, чтобы понимать, что мы будем делать. Практика. Какая это схема? Да, все правильно, это принципиальная схема. А это? Вообще, это схема структурная. Вот тут подписано как структурная схема, но с первого взгляда на самом деле можно было бы ее принять и за функциональную схему, так как тут уже нарисованный кинескоп есть, и у нас есть нарисованы как сигналы проходят, и не всегда бывает явно понятно, это у нас структурная схема или же функциональная схема. И это больше определяется уже во время вашей разработки, то, насколько вы собираетесь это делить. Иногда бывает устройство большое, состоящее из различных узлов, там, из десятка плат, да, как бы, и тогда у вас структурная схема будет, ну, значительно большую абстракцию иметь, чем, допустим, вот в этой схеме. Вот. Но так это структурная схема, тут подписано. Вопросы? Вопросов нету. Радиоэлементы. Начнем с линейных радиоэлементов. Что вообще значит линейный радиоэлемент? Это то, что у него вольтамперная характеристика не зависит от уровня входного напряжения. Самый простой элемент – это резистор, у которого основные характеристики две. Это сопротивление его собственной мощности, которую он на себе может рассеять. Если мы привесим эту мощность, которую он может на себе рассеять, он сгорит. Вот. Это его условно-графическое обозначение по ЕСКД отечественному. В зарубежной практике иногда такое применяется, как пружинка нарисованная. Применение резисторов. Резисторы могут применяться, как делители напряжения. Вот у нас есть входное напряжение, допустим, будет 5 вольт. R1, R2. Пускай они будут одинакового номинала и пускай будет по 10 кОм. Тогда в средней точке у нас будет 2,5 вольта. Вот. А у выхода 2 – это плюс 2,5 вольта и общая точка земля. Меняя номиналы этих элементов, мы можем менять напряжение у выхода 2. Причем, ну, как вы понимаете, мы не сможем получить напряжение больше, чем на входе. Ограничитель тока. Резисторы также используются, как некоторые ограничители тока. В той же, допустим, схеме подключения светодиодов, где нам нужно определенный ток задать, для светодиода используется такое свойство. Также используется как подтяжка. Входы микроконтроллера имеют очень высокое сопротивление. Если мы их не подтянем куда-либо, они у нас будут плавать в воздухе и выдавать нам некорректную информацию. Если мы подтягиваем к питанию или же к земле, если нам это нужно, мы получаем четкий, стабильный уровень логической единицы. А когда мы нажали на кнопочку, у нас стало логическим нулем. Да, 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 есть еще шунты, но они применяются в измерительной технике, вот, и где-то, может быть, в силовой технике тоже. Ну, это, опять-таки, не все применения возможных резисторов, их, наверное, даже не перечесть, если все применять, а вот основные какие-то, то, что чаще всего попадаются шунты, это уже более, наверное, измерительная техника, конкретный какой-то кейс. Также линейный элемент конденсатор, он линейный, он не изменяет свои значения в зависимости от уровня напряжения, но он меняет свое реактивное сопротивление в зависимости от частоты, которая проходит от сигнала с определенной частотой, которая проходит через него. Если ее частота меняется, то у него меняется реактивное сопротивление. Имеет множество различных форм-факторов, как и поверхностного монтажа, так и вот какие-то огромные бандуры и банки. Физически представляет собой две большие обкладки с большой площадью поверхности и дилектрик посередине. По сути, является накопителем электрического поля. Также они существуют у нас полярные, неполярные, с переменной емкостью, с постоянной емкостью. Линейные элементы катушки. Катушки индуктивности. Про конденсаторы. Их единицы, ну, какие характеристики? Это емкость. Емкость, в принципе, измеряется в фарадах, но величина значительно большая, поэтому все измеряют в микрофарадах, нанофарадах, пикофарадах. И напряжение. То есть определенные напряжения, на котором они могут работать. То есть зачастую, если взять какие-нибудь танталовые конденсаторы, которые тоже являются полярными, они могут обладать большой емкостью, но маленьким напряжением. То есть если они рассчитаны на 3,3 вольта, и вы подаете на них 12 вольт, то, скорее всего, они у вас сгорят. Это нужно учитывать. Приходим дальше. Линейные катушки индуктивности. У них также выходное сопротивление не зависит от уровня напряжения, а зависит уже от частоты. Тоже имеют различный форм-фактор. Характеристиками у них является индуктивность и ток. По сути, представляет собой накопитель магнитного поля. Конструктивный является некоторым проводком, или же дорожкой идущей, или же какой-то там другой материал. Может быть, спиралью образованный для того, чтобы он мог накапливать магнитное поле. Они существуют как с сердечниками, существуют без сердечников. Абсолютно разные. Применение конденсаторов и катушек. Фильтры. У нас RC-фильтры, LC-фильтры, LR-фильтры. Они обладают различной природой реактивного сопротивления. Для катушек у нас омега-L. Омега – это у нас 2PF. F – частота сигнала. Для конденсаторов это 1, деленный на омега-C. Что показывает, что при увеличении частоты реактивное сопротивление катушки растет, а реактивное сопротивление конденсатора падает. В случае картинки, которая находится у нас слева, при подаче высокой частоты реактивное сопротивление конденсатора C будет незначительным, и он будет шунтироваться. В картинке в середине у нас катушка индуктивности, которая обладает большим реактивным сопротивлением для высокой частоты и малым реактивным сопротивлением для низкой частоты. Получается, у нас наоборот действует. Вот самая правая картинка – это у нас LC-фильтр. Также, возможно, сбор колебательных контуров. У нас при использовании катушек и конденсаторов возникают различные эффекты, в том числе резонансы. Они тоже у нас бывают разные, последовательные, параллельные. И также у нас катушки и конденсаторы дают фазовый сдвиг в цепи. Иногда это для нас не особо нужно, а иногда нам специально нужно сместить фазу, допустим, для того, чтобы обеспечить устойчивость усилительного каскада. Переходим к нелинейным элементам. Первый нелинейный элемент – это диод. Он уже у нас полярный. Он у нас имеет анод и катод. Справа у нас вольт-амперная характеристика. Мы видим то, что для обычного диода сначала рассматриваем красную линию. Прямое смещение – это когда у нас на анод подается плюс, на катод подается минус. До какого-то напряжения диод не включается, не пропускает через себя. При достижении уровня порядка 0,6-0,7 вольт он начинает пропускать ток в прямом направлении. Его проводимость увеличивается, и он используется таким образом. Если мы подаем напряжение в обратную сторону, то у нас какое-то время нужно учитывать, что тут масштаб напряжения должен быть другим, но он сокращен для того, чтобы это было более понятно. Он будет обладать большим сопротивлением, он не будет пропускать через себя ток, однако какой-то маленький ток все равно будет проходить. Он у нас называется током утечки. И до какого-то уровня напряжения, до напряжения обратного пробоя, он у нас будет работать нормально, а потом начнет пропускать через себя ток. Вот. Существуют также диоды шотки. Диоды шотки обладают, они срабатывают намного раньше, чем обычные диоды, но обладают большими токами утечки. Обладают большими токами утечки. Применение диодов. Ну, их тоже достаточно большое применение. Рассмотрим две простенькие схемки. Вот первый это выпрямители, да, как бы, кто уже знаком со схемой мостового выпрямителя, ничего нового по себе не узнает, а кто не знаком, может поставить знак плюсика. Мостовой выпрямитель производит выпрямление тока. Но на самом деле, для того, чтобы он был прям постоянный, нам нужно будет еще добавить туда конденсаторы, индуктивности, для того, чтобы сглазить пульсации. Вот. Справа у нас диодная защита. Когда мы подключаем какую-то силовую нагрузку в виде, имеющую индуктивность, такую, как реле, допустим, где у нас катушка включается и выключается, при резком выключении у нас ток начинает течь в обратную сторону. И он просто может напросто пробить ключ. И чтобы этого не происходило, мы ставим диод в обратную сторону. Вот. Когда у нас начинает идти обратный ток, он проходит через диод, и сам ключ защищается, и остальная схема тоже. Вот. Переходим дальше. И из нелинейных элементов это транзисторы. Транзисторы тоже имеют различные форм-факторы. И диоды тоже, кстати, имеют различные форм-факторы. Вот. И просто невероятно огромное количество видов всяких транзисторов. Ну, вот просмотрим самые такие биполярные. Вот. Они состоят... Они трехвыводные. У нас вывод в серединке называется база. Вывод наверху называется коллектор. Вывод внизу называется эмиттер. Потом существуют полевые. Вот. У них средний вывод называется затвором. Наверху сток и исток. В чем же они... Ну, в чем же они... В чем же они отличаются от других? У них уже более сложная вольт-амперная характеристика. Слева вы видите вольт-амперную характеристику базы эмиттера для биполярных транзисторов. Справа мы видим коллектор-эмиттер. То есть мы видим то, что тут такое семейство линий проходит. И все они при различных токах базы. Вот. Получается, что изменяя напряжение или же ток на базе, мы значительно сильно влияем на напряжение между коллектором и эмиттером. Точнее, на ток между коллектором и эмиттером, который проходит через них. Где же используются транзисторы? Полевые транзисторы чаще всего используются как ключи. Они работают в состоянии либо включенной, либо выключенной. Они обладают достаточно малым сопротивлением сток и сток при включенном состоянии и значительным при выключенном состоянии. У биполярных транзисторов все равно... Схемы у нас в принципе не делаются на биполярных транзисторах. Вот. Пам-пам. Где же используются биполярные транзисторы? Ну, они используются как усилители сигналов каких-то. Вот тут, допустим, усилитель переменного сигнала, который поступает на вход справа на схемку. Переменный сигнал проходит через конденсатор C1. R1 и R2 выставляют рабочую точку у базы транзистора. И R3 обеспечивают нам температурную стабилизацию. И выходной сигнал у нас уже усиленный, выходит на C2, после C2. C1 и C2 стоят для того, чтобы постоянные токи не мешали нам предыдущим и последующим каскадам. Если они есть. Нелинейные и другие элементы. Это всякие стабилитроны, которые производят стабилизацию напряжения. Это тот же самый диод, который включен в обратном состоянии, у которого чуть более пологая характеристика при обратном включении. Светодиоды используются как источники света. Они обладают большим напряжением падения на них. Но вот мы можем получить свет. Фотодиод, датчик света, у которого будет зависеть его проводимость не только от приложенного напряжения, но еще и от количества света, попадающего на него. Варикапы. Это диоды, диоды совмещены с конденсатором. И они меняют свою емкость в зависимости от приложенного напряжения. Существуют всякие теристоры, ключи в силовой технике. Также существуют всякие модификации транзисторов, как транзисторы и ГВТ-транзисторы. И прочего. Всего много перечислять. Интегральные микросхемы. Это когда большое количество транзисторов, резисторов, конденсаторов малой емкости, возможно, собраны в одном кристалле. Кристалл у нас находится в корпусе пластиковом или же металлокерамическом. И выведены ножки. Пример микроконтроллера. Здесь представлено ESP-DOV-DQ6. Это ESP32DevKit. Это то, что будет использоваться у нас на курсе. Это будет использоваться у нас на курсе. Микросхемы, в принципе, могут выполнять различные функции. Они могут быть как чисто цифровыми, выполнять какие-то функции интерфейсов. Могут быть как микроконтроллеры, которые имеют еще вычислительную способность. Также могут быть как чисто аналоговыми. Микроконтроллеры уже, конечно, это имеет некоторую вычислительную способность. У них есть арифметическое логическое устройство. У них там сложно устроена память. У них там шины. Это вот прям много чего тут есть. Вот просмотрим тот же самый ESP32. Это функциональная блок-схема его. Там показаны, какие у нас есть интерфейсы, какие у нас внутри есть, в принципе, блоки. Вот. Именно с этой микросхемой мы будем работать на открытом курсе. Распределенные элементы. Извиняюсь. Распределенные элементы. Все вот эти рассмотренные выше элементы, такие как конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности, они на самом деле обладают еще, помимо тех заявленных характеристик, которые у них есть, побочной емкостью, побочной индуктивностью. И на низких частотах, мы, в принципе, не замечаем этого. А на высоких частотах, начиная с сотен мегагерц, с трехсотен мегагерц, мы начинаем замечать это. Всякие обкладки СНД-компонентов создают дополнительную емкость. Если это у нас выводные элементы, они создают дополнительную индуктивность. Вот. У нас возникают всякие эффекты переотражения из-за того, что длина волны уменьшается. И на СВЧ-диапазоне зачастую еще используются распределенные элементы. Это всякие делители мощности, это всякие фильтры, всякие ответвители. И делаются они с помощью элементов топологии, которые рассчитываются отдельно. Это прямо отдельная часть электроники, СВЧ-электроника. Ключевые тезисы. Выходное напряжение линейных элементов не зависит от величины входного напряжения, но может зависеть от частоты. Выходное напряжение нелинейных элементов зависит от величины и направления приложенного напряжения. На сверхвысоких частотах могут применяться микрополосковые элементы. Перейдем к практике. Как вы считаете, какое реактивное сопротивление конденсатора XC будет больше на частоте? 1 кГц или 1 мегагерц, при том, что емкость одинаковая. Вы можете написать, что емкость XC будет больше на 2 кГц, точнее реактивное сопротивление на 1 кГц. Всем понятно, почему это? А для катушек индуктивности, где у нас будет больше реактивное сопротивление? На 1 кГц или на 1 мегагерц? Все. Отлично. 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 Вопросы, если есть, задавайте. Нет попросов. Идем дальше. Печатные платы. Вот. Печатные платы выглядят следующим образом. Конструктивные – это многослойная сборка. Иногда только двухслойная сборка. Вот здесь белым цветом мы видим элементы шилкографии, где у нас обозначаются посадочные места для определенных радиоэлементов. Слева у нас печатная плата, у которой нет элементов поверхностного монтажа. Здесь весь монтаж сквозной. Здесь все выводные элементы помещаются. Справа у нас уже есть элементы поверхностного монтажа. Переходим дальше. Посадочные места. Для каждого радиокомпонента мы должны либо сами разработать посадочное место под него, либо достать его где-либо. Самим разрабатывать порой бывает долго и муторно, а брать где-то иногда бывает не совсем достоверно. С теми же корпусами 123 – это вообще лучше сразу смотреть, какие реально актуальные размеры имеет тот или иной компонент в этом корпусе. И возможно нарисовать самому посадочное место под него. Посадочное место для сквозного монтажа представляет собой некоторую гильзу, куда мы можем ставить вывод этого элемента. Также зачастую эти выводы нужно формировать. У поверхностного монтажа чуть попроще. Там просто сверху приложить у нас оставляются участки открытой меди. Она зачастую бывает покрыта каким-то финишным покрытием. Мы просто ставим элемент и распаиваем его паяльником или же феном, или же вообще в термопечке. Применение элементов поверхностного монтажа – это, в принципе, более технологично и легче автоматизируется, чем применение выводных компонентов. Особенно если выводные компоненты необходимо формовать. Если заказывать отечественные микросхемы, некоторые микросхемы бывают не с формированными выводами. И тут нужно быть осторожным. Если вы заказываете микросхему с неформированными выводами, стоит предусмотреть какую-либо оснастку, которая бы позволяла вам эти выводы, этих микросхемы формовать. Структура печатной платы. Ну, рассмотрим самую простую двухслойную печатную плату. У нас в серединке располагается D-Electric, самый часто используемый FR-4. Он используется на низкочастотных платах. В СВЧ-технике у нас там используются другие материалы. У нас затем идет слой медной фольги с двух сторон. Два слоя медной фольги, потом солдер-маск и шилкография. То есть паяльная маска и шилкография. Если мы делаем сами печатную плату, то мы покупаем в магазине саму пустую плату, у которой есть диэлектрик и у которой есть два элемента фольги. Мы различными способами переносим изображение печатной платы на эту плату, вытравляем ее и затем наносим какую-то паяльную маску. Шилкографию уже редко кто-либо сам наносит. Если мы это заказываем у производителя какого-либо, то они автоматически это делают. Они сами наносят, получается, какое-то изображение, сами вытравляют. Либо различными способами это тоже может производиться на предприятиях. и наносят шилкографию тоже. Двухслойной печатной платой далеко не уйдешь. Нам нужно разместить как можно больше элементов и потом всех их развести между собой. И иногда с этим возникают сложности. Для того, чтобы можно было развести все элементы, у нас используются многослойные жесткие печатные платы. В многослойных печатных платах можно также выделить некоторый диэлектрик. Вот коры написано. Приприк – это смола, которая позволяет спаивать между собой слои. По сути, это набор, получается, маленьких двухслойных печатных плат. На этом рисунке у нас сквозные отверстия проходят через все слои. Бывает то, что сквозные отверстия проходят не через все слои, бывают глухие сквозные отверстия. Но при применении данной технологии не все производители ее могут сделать. И это еще увеличивает стоимость печатной платы. То есть применение сквозных отверстий удешевляет. Но при разводке, допустим, плат с БГА, у которых может быть по 400 выводов или же по 700 выводов, применять сквозные отверстия бывает проблематично. И приходится использовать какие-то глухие отверстия, где используются лазерные методы для того, чтобы делать эти отверстия. Там отдельная наука. Гибко-жесткие печатные платы. Вот мы увеличиваем еще большее количество элементов на одну плату ставим. Вот. И понимаем то, что когда у нас несколько плат, большую часть платы занимает разъемы. Разъемы, если это у нас проводной монтаж, то эти провода нужно куда-то паять. Это тоже не особо технологично. Это нужен монтажник, который сидит. Мы не можем сразу заказать на заводе, который бы там изготовил бы сразу распаянные провода. В принципе, наверное, возможно, но опять-таки это значительное удорожание. Поэтому люди пришли к изготовлению гибких и гибко-жестких печатных плат. Гибкие печатные платы выглядят так же практически, как жесткие печатные платы, только в качестве диэлектрика. А диэлектрика у них используется специальный полимер, который возможно изгибать и все такое. Какие основные преимущества? Вот на этой картинке мы видим то, что жесткие печатные платы переходят в гибкие печатные платы и не используются какие-либо разъемы. Это вот сколько места сэкономлено. У нас тут вроде как разъемы под антенны есть. И можно заказать на заводе вот эту всю конструкцию. Ее изготовят, произведут монтаж, и она к вам придет, и вам не придется дополнительно распаивать маленькие проводки или же ввести жгуты целые. Вот в середине у нас есть жесткая печатная плата. У нее вниз идет от микроконтроллера достаточно, или же какого-то интерфейсного контроллера, достаточно большое количество проводков. Представьте, без гибкой печатной платы на это все проводить, допустим, проводным монтажом. Ну, по-моему, ужас был бы. Где и кем производится? Если мы берем отечественных производителей, то самый известный производитель – это Rezonit. Также есть еще новосибирская компания, тоже производят китайские GLC-PCB и PCB-Way. Кого из них выбрать? Зависит на самом деле еще от компонентной базы, которую вы используете, и хотите ли вы делать монтаж на месте. Если вы используете зарубежные компоненты, вы можете, в принципе, заказать это на стороне Китая, где они прямо там закупят эти элементы, проведут монтаж и приедет сразу рабочая плата. Ну, если она заработает. С отечественными же, с отечественной компонентной базой вы можете заказать плату в Китае, особенно если там какие-то сложные элементы используются, которые, допустим, Rezonit не может сделать. Но в основном Rezonit, если не справляется с производством печатной платы, он сам отправляет в Китай и там производит их. Ну, какие-то отечественные компоненты можно, допустим, отправить Rezonit, или же они сами произведут закупку и проведут вам монтаж. Технологические возможности. Перед началом проектирования печатной платы стоит ознакомиться с технологическими возможностями. А, в принципе, возможно ли это сделать? Да, как бы. Давайте я в чат вам скину ссылку. Это ссылка Rezonit, где указаны технологические возможности. 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 Это страница Резонита, где указываются технологические возможности. Вот. Здесь мы можем выбрать срочные печатные платы, стандартные печатные платы. Это вот электронные компоненты, видимо, через них можно заказывать и монтаж мелких серий, монтаж крупных серий. Здесь мы, в принципе, можем зарегистрироваться в личном кабинете, указать размеры платы, количество штук, сроки производства, количество слоев. Опять-таки, нужна ли вам маска, нужна ли вам маркировка. Вот. Тут вот у нас пишется, какой материал будет использоваться. FR4TG. Это, видимо, размеры самой плитки. Вот. Финишные покрытия. Это после того, как печатную плату произвели, выводы, чтобы не окисливались, их покрывают каким-либо финишным покрытием. ПОСТ-63. Это иммерсионное улово. Это самое стандартное покрытие. Иммерсионное золочение или серебро тоже бывает используется. Особенно, если вам важно, чтобы точно никаких не было окислов. Вот. Или же вы собираетесь какие-то контакты подключать. Какие-то разъемы у вас могут быть интересные. Вот. Здесь указано рабочее поле. И ниже переходим к технологическим возможностям. Фольга. То есть, мы говорили, что печатная плата состоит из диэлектрика и слоев фольги. Она может быть 18 микрометров, 35 микрометров. Если вы используете большие токи и используете фольгу в 18 микрометров, вам придется делать широкие дорожки. Вот. Если вы используете 35 микрометров, вы можете сделать дорожки чуть позже. Однако, при использовании фольги в 35 микрометров, у нас чуть-чуть похуже получаются возможности производства. Вот. То есть, допустим, минимальная ширина проводника для 18 микрометров – это 0,125 миллиметров, а для 35 – это 0,2 миллиметра. Вот. Зазор между проводниками, опять-таки, отличается для разных толщин фольги – 0,125, 0,200. Продвинутый коэффициент. То есть, вы можете, в принципе, уходить за эти пределы, но не больше продвинутого коэффициента. Иначе в Резоните не смогут произвести. Возможно, попробуют в Китай отправить, если они смогут произвести. Если не смогут произвести, вас могут попросить переделать. Также, если мы рассмотрим печатные платы, зайдем в печатные платы. Вот. И вот посмотрим. Есть многослойные печатные платы типовые сборки и есть нетиповые сборки. Так. Давайте вернемся. Типовые сборки. Это значит, что у них есть какие-то свои стандартные сборки, состоящие из 4-6 слоев, у которых будет проводиться либо сквозной монтаж, либо методом попарного прессования, когда у нас через некоторые слои могут быть проведены переходные отверстия. Вот. И есть некоторый пул вот этих вот стандартных сборок, с которыми они умеют работать, и они их прямо произведут в короткие сроки. Иногда может вам понадобиться какая-то нестандартная сборка, особенно если у вас есть элементы SVC, и, допустим, вы там хотите, чтобы первый слой был не FR4, а какой-то там другой. Вот. Вы обращаетесь на завод, пишете, что у вас нестандартная, нетиповая сборка, и они уже подбирают вам варианты, вы думаете, как это делать, возможно ли это сделать, и насколько это все увеличится в сроке изготовления и в денежном эквиваленте. Монтаж радиокомпонента. Важно разделять, это крупная серия или же мелкая серия. Для крупной серии обычно оборудование подготавливается, и это все осуществляется автоматическим способом. Точнее, все, что можно осуществить автоматическим способом, переносится на автоматическую. На автоматическую сборку. Это в печах припекается и все такое. Вот. В таком случае у нас получается, затрачивается время на то, чтобы сделать, настроить станки на то, чтобы они осуществили, соответственно, этот монтаж. Но потом монтаж выходит дешевле и быстрее, чем, допустим, ручная сборка. В мелкой серии это у нас практически всегда ручная пайка. Когда у нас идет мелкая серия, у нас радиомонтажник – живой человек, который может ошибиться, который может припаять не тот конденсатор, не туда. Поэтому зачастую какие требования выставляют производители при мелкой серии – это чтобы на самой плате были позиционные обозначения в шелкографии. То есть вот как, допустим, плата слева, она имеет позиционное обозначение, какой элемент где должен находиться. А справа у нас на плате нет позиционных обозначений. Когда у нас человек живой собирает, он, да, смотрит сборочно-монтажный чертеж, но может ошибиться. Поэтому некоторые производители просят, чтобы шелкография была на печатной плате. В крупной серии, где автомат выставляет эти элементы, могут быть свои требования к тому, как должна выглядеть выходная документация. Должны быть там файлы пик-ин-плейс, появляются дополнительные требования по размещению элементов, и это нужно учитывать. Причем у различных производителей могут быть различные требования. Поэтому нужно, если вы переступаете к крупной серии, нужно заранее подумать о том, где вы ее будете производить. И потом, возможно, вам придется корректировать дизайн топологии печатной платы для того, чтобы оно могло производиться на крупной серии именно у такого-то, допустим, производителя печатных плат. Ключевые тезисы печатной платы – это многослойная сборка с большим количеством функциональных слоев. Каждый радиокомпонент должен иметь свое посадочное место. На самом деле он еще имеет свое позиционное обозначение, и если это автоматический монтаж радиоэлементов, то он еще должен иметь свой пик-ин-плейс. При проектировании следует учитывать серийность изделий. Это обязательно. Также на мелкой серии вы, в принципе, можете, допустим, какие-то проводки, которые вас там нужно запаять, сами сделать. Если у вас устройство требует какой-то настройки, отладки, можете настраивать его. Но если у вас крупная серия, то каждое отдельное устройство настраивать, каждое отдельное устройство корректировать проводками – это практически нереально. Переходим к практике. Итак, слайд задания. Сможем ли мы использовать данное посадочное место в проектировании печатной платы, если производство будет в резоните? Конденсатор у нас 0,6-0,3. В скобках указано значение в миллиметрах. То есть у нас между двумя падами 0,5 миллиметров. Сможем ли мы заказать печатную плату с данными посадочными местами в резоните? Напишите «плюс», если сможем. Все. Отлично. Переходим дальше. Сможем ли мы провести проводник толщиной 0,2 миллиметра? Ну, заказывай на этом же заводе. Ну, что, двумя этими падами. У нас ширина 0,5 миллиметров. Да, 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 да. На 18-микрометровой фольге при стандарте. Если, правда... В принципе, если продвинутый коэффициент взять, можно и на 0,35, но лучше, конечно, на 18 микрометров, тем более то, что впритык делать не очень хорошо. Абсолютно согласен с Евгением, на 18-микрометровой фольге мы спокойно можем это произвести. Точнее, заказать, чтобы нам произвели. Вот. Вопросы. Если есть вопросы, пишите их. Если нет, поставим минус. Проектирование схем. В первую очередь, конечно, нам нужно получить техническое задание или же составить его самим. Какие функции должно выполнять устройство для того, чтобы составили список? Это будет какой-то интернет-подключение, Bluetooth-подключение. Нужно ли замерять температуру? Нужно ли, допустим, усилители какие-то делать, записывать звук? Нужна ли нам дополнительная память какая-то? То есть, допустим, если это нужно по 12-13 часов измерений записывать. Как и где будет эксплуатироваться? Тоже важный вопрос. Потому что если у нас переносимое устройство, у нас будет аккумулятор, да, как бы, и нужно будет обеспечить какой-то power management для этого всего дела. Вот. Если это у нас питание от сети 220 вольт, то нужно как-то эти 220 вольт преобразовывать в более низкое напряжение. Если у нас там питание от 5 вольт, то как бы, ну, по-другому все. Это полегче, с одной стороны. С другой стороны, если вам, если воспитание от 5 вольт, и вам потребовалось напряжение больше, нужно будет делать схемию увеличения напряжения. Вот. Какие стандарты должны быть соблюдены? Это важно. Это важно. Если вы делаете медицинское устройство, которое будет продаваться, то нужно учесть, по каким стандартам он будет сертифицироваться. Вот. У них есть требования в медицине по применяемым материалам. Некоторые материалы нельзя применять в медицинском оборудовании. Если вы делаете для авиации, да, тоже как бы там есть требования к безотказной работе, да, как бы там высчитываются карты рабочих режимов, высчитывается среднее время эксплуатации этого устройства. И тут нужно знать заранее, к каким стандартам вам готовится. Цена готового устройства. Это в основном, конечно, больше к коммерческим изделиям, да, касается коммерческих изделий. Человек, который хочет произвести какой-то свой девайс и продавать, для него важно, сколько будет оно стоить. Вот. Сроки изготовления также играют огромную роль, тем более в современной ситуации, когда иногда сроки поставки некоторых радиокомпонентов бывают непредсказуемыми. Поэтому лучше, чтобы они были заранее оговоренные. Вроде бы звучит, как бы, и так понятно, да, но лучше, если это расписано. Потому что, когда держишь просто в голове, оно вылетает из головы, и потом в самый неподходящий момент мы вспоминаем то, что у нас было то или иное требование, про которое мы совсем забыли. Вот. Когда мы составили требование, когда у нас есть техническое задание, мы сделаем, мы составляем структурную схему. Потом мы переходим к функциональной схеме. Потом мы уже делаем принципиальную схему и делаем дизайн печатной платы. Если вы работаете вместе с конструкторами, они сами произведут коробку, и уже нужно будет учитывать, где у нас есть места крепления. Нужно будет согласовывать дизайн печатной платы с конструкторами. Либо, если вы сами делаете еще и коробку, то вы сами располагаете и решаете. Вот. На курсе Embedded Developer мы будем работать с программой Easy IDEA. Она бесплатная. Можно скачать ее, установить. Для того, чтобы проектировать принципиальные схемы, тут есть акт редактирования принципиальных схем. Мы берем элементы слева, переносим их в рабочую зону на лист и расставляем в нужном нам порядке, выставляем там связи какие-то, добавляем элементы. Если нам это нужно, то после того, как мы это все разместили, у нас готовая принципиальная схема, мы переносим эти элементы в печатную плату, где сдаем размеры этой печатной платы. Потом расставляем эти элементы на печатной плате, производим топологию, трассировку этих проводов, которые обеспечивают взаимосвязь радиокомпонентов между собой. Ключевые тезисы – это перед тем, как начать разработать, нам нужно задаться вопросом, что нам нужно сделать, как мы будем проектировать, как и где это будет производиться. И вот вопрос к вам. На каком этапе подбираются радиокомпоненты? На втором. На втором. С радиокомпонентами интересная штука такая. Получается то, что нам реально чуть ли не на всех этапах приходится думать о том, какие элементы могут быть использованы. Допустим, как и где будет эксплуатироваться. Если устройство эксплуатируется на улице, когда у нас может быть на улице минус 30, минус 40, и под солнцем оно может находиться, где будет температура коробки под 70-80 градусов, нам нужно будет учитывать это при подборе радиокомпонентов. То есть из технического задания будет выводиться требование по температуре, которую мы можем обеспечить. В моей практике была ситуация, когда нужно было разрабатывать устройство, которое находится в газовой скважине. И там температура работы была около под 120 градусов. Около 100 градусов, по-моему, было. Точно не вспомню. И тут были реальные сложности с подбором микроконтроллера, потому что большинство микроконтроллеров работает в так называемый commercial grade. Это до 80 градусов. Есть микросхемы, которые работают на 125 градусов, но у них не было того функционала, который мне был нужен. В частности, мне нужно было обеспечение максимальной скорости по USB. И вот тут возникали проблемы. Я думаю, скорее всего, это связано с тем, что внутренние PLL микросхемы у того производителя не могли при больших температурах адекватно подстраивать частоту. Вот. На этапе принципиальной схемы мы обязательно подбираем компоненты, которые будем устанавливать. Мы тут сами схемные решения делаем, собственно говоря, обязательно. Вот. Но и на этапе дизайна печатной платы нам приходится... Порой мы понимаем то, что выбранные элементы в принципиальной схеме просто не влезают в печатную плату. И поэтому нам приходится переделывать принципиальную схему, менять компоненты. Самый простой способ, допустим, если у нас были установлены резисторы корпусом 0.8-0.5, для того, чтобы это было легче паять вручную, и у нас все это не влезает в плату. Мы просто берем и уменьшаем размеры резисторов и конденсаторов до 0.6-0.3. Вот. Так что нам с радиокомпонентами приходится вообще на всех этапах работать. Даже вопрос того, что на какой элементной базе будет делаться, это на отечественной или на зарубежной тоже возникают сложности при выборе элементов. Какие-то элементы могут перестать поставлять, нужно потом думать, что и как делать. Если у вас вопросы, если есть, напишите, если нет, минус. А есть отечественная элементная база? Хороший вопрос. Да, есть отечественная элементная база. Есть даже специальные списки элементов, которые можно применять в отечественной технике, и если вы их применяете, то будет считаться устройство как импортозамещение. Вот. Есть стандарты на то, сколько элементов должно быть произведено из отечественной элементной базы. Основные из известных производителей, наверное, это какой-нибудь Angstrem. Да, они в том числе производят микроконтроллеры. У них есть микросхемы, по-моему, АЦПшки, память, ну, достаточно слабая такая, но производится. Раньше у нас был Меландр, он производил микроконтроллеры, хорошее АЦП производил, тоже элементы памяти, и какие-то микросхемы, связанные с Ethernet, тоже производились. В принципе, отечественная база существует, производится даже SMD-компоненты, такие как конденсаторы, резисторы, танталовые конденсаторы. Вот. Но зачастую, зачастую они стоят дороже. Вот. Они стоят дороже или же срок поставки большой. Вот. Но они есть. Где-то можно прямо сразу купить. Вот. Потом. Ну, у нас даже процессоры. Я, кстати, не знаю, сейчас Байкал работает или нет. Вот. Элементная база отечественной существует. Вот. Ну, она скудная. Но все же она есть. И иногда приходится разрабатывать на том, что есть. Знакомство с командой и программой курса. Знакомство с процесса обучения. Обучение у нас выстроено в формате вебинаров онлайн. Онлайн вебинары проводятся по вечерам или выходные дни. Все записи занятий и материалы предоставляемые преподавателями сохраняются в личном кабинете и остаются доступны даже после окончания обучения. Домашние задания позволят вам применить на практике, полученные во время вебинаров занятия. Я настоятельно рекомендую выполнять все домашние задания, потому что это укрепляет ваши навыки. По каждому домашнему заданию преподаватель дает развернутый фидбэк, что было правильно сделать, что было неправильно сделать, как можно улучшить это. В процессе обучения вы можете задавать преподавателю вопросы по материалам, лекциям и домашних заданиям, уточнять моменты, которые были непонятны на уроке. Время на обучение. От 4 академических часов на занятия и 4-8 часов на домашнюю работу в неделю. Программа обучения на курсах обновляется. Каждый запуск зависит от актуальных запросов в сфере технологий. Давайте перейдем на сам лендинг нашего курса и посмотрим. Так, этот лендинг наш. Давайте я скину... А, нет, у вас у всех есть, в принципе, ссылки на лендинг. Вот, вот, удалительность обучения у нас 5 месяцев, формат онлайн, начало занятий 26 декабря. Вот дни занятий у нас уже определены, мы будем в четверг и во вторник в 8 вечера преподавать. Что у нас будет преподаваться? У нас будет преподаваться, в принципе, разработка принципиальных схем. Да, здесь мы на этом открытом уроке обзорно рассмотрели. В один открытый урок не уложишь разработку элементов по аналоговой схемотехнике, допустим, каких-нибудь электронных компонентов, допустим, каскадов усиления транзистора или же ключей. И при этом рассказать про печатные платы и все такое. Но у нас это уже подробно на курсе рассматривается. Вот, мы будем работать с микроконтроллером ESP32. Здесь у нас график открытых уроков. Сегодня у нас веду я. 19 декабря будет вестись философский камень или как оживить кристалл кодом. Тут больше будет по программированию. Вот. Тоже рекомендую посетить. Будет преподавать Никита Шарый. Преподаватели. Руководитель курса Дмитрий Шатурский. Четыре года преподавал в Иркутском авиационном техникуме. Дал различные дисциплины, в чем числе и в этот разработку. Вот. Работал инженером-интегратором автоматизированных систем. Более года является руководителем отдела разработки и куратором крупных проектов в области умных домов. Вот. Наши преподаватели сам Дмитрий Шатурский. Я Халик Магомедов, Олег Павлов, Максим Фунтиков, Никита Шарый, Михаил Ковалевский. Все. С ландингом докончили. Так. Сможем ли мы повторно посмотреть эту запись? Скорее всего, да. Она будет выложена в Ютубе. Если я не ошибаюсь, она должна быть выложена в Ютубе. Вам нужна будет ссылка потом или как? Так. Так. Сейчас. Хорошо. Запрос принят. Вот. Я думаю, с вами уже свяжется, когда выпустят Ютуб ролик. На линии, где мы были. Давайте про карьерную информацию. Что же вас ждет в будущем, да? Если вы пойдете по пути embedded-девелопера. На сегодняшний день в российской IT-отрасли установлен дефицит кадров. Восполнить его можно как возвращая уехавших специалистов, так и за счет появления новых, проходящих обучений на востребованные специальности. На данный момент в этой сфере трудится около 740 тысяч человек. Однако для поддержания высоких темпов развития отрасли необходимо еще 500-700 тысяч специалистов. Об этом заявил глава Минцифры Максум Шаддаев в ходе совещания президента с членами правительства. Анализ позиций embedded-девелопер. 1198 вакансий в декабре 2023 года для изыскателей в России. Вакансии были взяты из HeadHunter. Аналитика зарплатных предложений. Синьор, джуниор и медианы – 230 тысяч. Вакансии работодателей. От 150 тысяч рублей на руки. Опыт разработки C, возможно, RUST. Не менее 4 лет. Опыт разработки для RTOZ. Кстати, на следующем открытом уроке вам расскажут, что такое RTOZ. Можете послушать. Опыт разработки для Linux в юзере, Kernel Space. Опыт работы CMake – это система для сборки проектов и компиляции. Опыт работы с системами контроля в версии. Мы, скорее всего, тоже будем работать в ГИТе с системой контроля в версии. Опыт работы с технологиями беспроводного доступа. У нас на курсе как раз-таки будет рассматриваться. Базовые знания цифровой обработки сигналов. Базовые знания. Не знаю, вполне возможно, тоже получится представить их. Опыт работы со стойком TCP IP. В принципе, хороший старт даст наш курс, но нужно еще самим заниматься и учиться для того, чтобы идти. Давайте посмотрим на следующую вакансию. Программист C++ от 204 тысяч до вычета налогов. Здесь уже более специализированная вакансия. Здесь требует знания принципов работы и структуры сигналов глобальных спутниковых навигационных систем ГНСС. Опять-таки, знания в области построения следящих систем и цифровой фильтрации. Знания методов статистической обработки экспериментальных данных. Опыт разработки встроенного программного обеспечения реального времени. Но, опять-таки, опыт разработки встроенного программного обеспечения вы можете получить у нас на курсе. Приветствуется понимание архитектуры микроконтроллеров. Опять-таки, архитектуру микроконтроллера мы будем тоже рассматривать. Вакансии работодателей. Следующие. От 3 до 4,5 тысяч долларов на руки. Глубокое понимание языка C. Опыт разработки с использованием различных РТОС-систем. Понимание основных концепций и механизмов синхронизации. Разработка low-level drivers. Знания аппаратных шин протоколов RS-232, RS-485. Ну, по сути, это UART. RS-232 и 485. Это больше идет о физических уровнях. SPI, I2C. Ну, мы тоже будем рассматривать эти протоколы у нас на курсе. Понимание архитектуры STM-32 микроконтроллеров и других ARM-базов. Опять-таки, короче, типы памяти, кэш, прерывание, библиотека HAL. Будет плюсом понимания криптографии. По-моему, у нас один из вебинаров будет посвящен как раз-таки к криптографии. Это дошифрование будет. Давайте подумаем о том, что мы сегодня узнали. Мы сегодня смогли понять, что такое электрические схемы и каковы их основные назначения. Мы сегодня смогли понять, как осуществляется проектирование электрических схем. Мы сегодня разобрали, что такое печатные платы и как осуществляется их проектирование. Также мы разобрали, какие бывают радиоэлементы. Вопросы для проверки. В какой среде будет производиться проектирование печатных плат на курсе? Отлично, да, это изи, да. Резонит – это у нас производитель печатных плат отечественной. Я его приводил в пример, потому что, чтобы вы знали, какие существуют технологические требования, технологические возможности у производителей печатных плат. И это один из самых распространенных у нас в России производителей. Тут достаточно удобный интерфейс для того, чтобы посмотреть, ну, просто посмотреть и понять, можем ли мы свою плату произвести, вот, на какие требования нам нужно ориентироваться. Чем отличается конденсатор от катушки индуктивности? Тут уже опытным просто легко будет ответить, поэтому давайте те, кто не имел опыта в разработке, они ответят. Отлично. 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 так и чем отличается и 1 от и 3 да согласен слайд с лизисами профессиям бета-девелопер является востребована сегодня на рынке но мы это уже просмотрели по вакансиям которые были представлены по высказываниям некоторых людей также мы разобрали что перед началом проектирования нужно задаваться вопросами что мы будем проектировать в каких условиях должно работать устройство кто и как будет производить конечное устройство список материалов для изучения самое любимое для меня это полупроводниковая схемотехника причем второй том первый том это больше про то как работают принципе электронные компоненты такие как диоды транзисторы биполярные полевые там очень много математики во втором томе больший схем с этими транзисторами с диодами и там есть фильтры есть схемы на операционных усилителях и схемы которые выполняют какие-то математические функции вот этот двухтомник достаточно такие приличные книжки ульертицы кристоф шинк написали полупроводниковую схемотехнику немного попроще в плане формул в плане математики значительно проще даже но хорошо объясняет общие принципы и то как должно работать это искусство схемотехники там есть разбор от простых радиокомпонентов до транзисторов как они как как транзисторы работают потом идут более сложные блоки какие-то элементы аналоговой схемотехники смысле усилителей фильтров как это все считается также по моему там есть цифровая техника эти всякие счетчики декодеры кодеры вот третья ссылка это это youtube канал роберта фираника он ведет его на английском языке это про разводку печатных плат про создание печатных плат про таких как их лучше делать он ведет рассказывать конечно все по большей части своей среде altium дизайнер это его любимая среда разработки но также он проводит результаты симуляции допустим как у нас двигается электрический ток когда у нас там высокая частота когда у нас низкая чистота вот как лучше нам сделать так чтобы было меньше электромагнитных помех и хабр хабр чем интересен потому что там есть отдельные статьи не нужно всю книгу разбирать а вот у вас есть конкретная какая-то задача допустим как разработать фильтр или же какой-то элемент цифровой обработки сигналов и на хабре зачастую можно встретить статьи о курсе embedded developer у нас старт обучения 26 декабря этого года следующий открытый урок 19 декабря это рабочий код вы можете его скопировать и перейти на лендинг пейдж давайте сначала если какие-то у вас вопроса вопросов у нас нет можно ли каким-либо образом скорректировать расписание вам получается неудобно во вторник и четверг я так понимаю давайте мы вопрос можно обсудить с организатором курса и если запрос будет на изменения и это будет всех устраивать то наверное можно что-то такое рассмотреть плюс можно же и просматривать в записи какие-то занятия я вас попрошу сейчас оставить пройти опрос пройти опрос и это позволит там скорректировать нашу работу позволит нам научиться как лучше вам преподавать как лучше вам рассказывать о по доступ запрещен а нужно авторизоваться на сайте отус у нас эта ссылка она принципе закреплена в чатике всем спасибо за внимание можете ли так ответить вам понравилось или нет поставить пульсик или минус большое спасибо буду ждать вас на на курсе сейчас Продолжение следует...